Иначе как чудом не назовешь. Казалось бы, невозможное сделали саратовские врачи. Спасли жизнь человека, который упал с 10 этажа. Кома, две остановки сердца, сложнейшая операция для Игоря Полдникова теперь уже в прошлом. Сейчас он учится жить заново. События той страшной ночи и месяцы борьбы за жизнь. В репортаже Анастасии Ивановой. Вот уже несколько месяцев она выходит на балкон, едва сдерживая слезы. Буквально на глазах сын выпал из окна. Дверь открыл когда свою спальню, а он уже, я говорю, не успел. Может быть, я где-то за ноги бы захватила, а я не успела. С 10 этажа это примерно 30 метров. Даже смотреть страшно. С такой высоты Игорь упал на асфальт. Ни снега, ни деревьев не было, чтобы смягчить падение. Когда подоспела скорая, у парня еле-еле ощущался пульс. Мысли были, что живой был. Бежали. Папа бежал, дочка бежала туда к нему. Было очень, конечно, тяжело. Все переживали за него, конечно. Как он в кое у нас лежал. Как оказался на балконе ночью, Игорь не помнит. После падения у него серьезная черепно-мозговая травма. Помимо прочего, были переломаны ребра, шея, тазобедренный сустав. Месяц Игорь провел в больнице. Сейчас уже дома. Бабушка сделала самодельные тренажеры для развития моторики. У меня уже пальцы вспотели. Ну, пальцы вспотели, они вспотеют у тебя. То, что он жив, врачи называют не иначе, как чудом. После таких падений шанс на жизнь минимальный. В реанимации Игоря собирали в прямом смысле по частям. В рюшной полости имелось размножение печени, множественный разрыв, откуда продолжалось кручение. Пришлось ушивать разрыв. Одновременно с этим проводились реанимационные мероприятия. Переливалась кровь. Шансов было мало, но мы всегда используем самый маленький шанс. После операции Игорь Полдников не мог сам дышать. Неделю был на искусственной вентиляции легких. В коме месяц. Хирурги и реаниматологи без преувеличения вытащили пациента с того света. Наша задача была не дать ему умереть. Я очень горд, что мы пережили вместе с ним две остановки сердца. И человек ушел в ногах. Так бывает очень редко. Руки хирургов и наши головы. И, в общем, результат у нас получился такой. Игорь, пока еще нельзя ходить. Тазобедренная кость не восстановилась. Нужны месяцы реабилитации. А пока 19-летний парень учится делать почти все с нуля. Даже говорить. И уже не боится смотреть в окно. А что ты больше всего хочешь? Встать и пойти на ноги. А куда бы ты в первую очередь пошел? На улицу. Гулять. Анастасия Иванова, Илья Толкачев, Павел Криклевец. Вести. Саратов.